Снова всем welcome, это снова я, Дэн Джипи. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас хорошая погода, я решил записать видосик про аварию, детально разобрать, где что произошло. А произошло это именно вот на этом месте, именно вот здесь. Я как раз и упал. Значит, как все происходило? Вот, я ехал по вот этой первой полосе крайней, которая у обочины находится. Таксист ехал по второй полосе, где вот сейчас проехал минивэн. И тут вдруг, вот в этом месте примерно, где велосипед стоит, женщина решила позвать такси. То есть, она стояла прямо около забора. И тут она решила позвать такси. И, естественно, таксист, двигаясь, ну, при личной скорости, примерно, дистанция между нами была, ну, метра два-три. Вот так, наискось. То есть, я ехал вот по второму краю, то есть, по правому краю полосы. А таксист ехал посредине второй полосы. И между нами примерно дистанция была около двух-трех метров. И тут вдруг он решил резко повернуть, потому что он увидел эту женщину. И не посмотрел в зеркала, не включил поворотник, ничего не сделал. Просто решил резко повернуть. Естественно, когда он резко начал поворачивать, я просто не успел даже среагировать. Успел только немного нажать на тормоз. И все равно, как бы, произошел удар в его заднее левое крыло. Там, где крыло и бампер. И после этого удара, как раз удар мне пришелся на правую сторону. Я фотки приложу. На правую сторону пришелся удар. После этого меня отбросило по инерции, ну, влево. Потому что таксист же поворачивал, как бы, влево. Он при повороте, он сразу резко нажал на тормоз. Я, как бы, вообще, как в его крыло практически воткнулся, получается. И на левую сторону начал падать, заваливаться. Потому что, ну, скорость была примерно 40-45 км в час. Там невысокая. Но даже этой скорости хватило. Чтобы, ну, как-то неудачно упасть. Как вы видите, дорога здесь в камнях все. Вот она разбита практически. Вымота дождем. И я при падении как раз вот этим местом колено туда попал. Вот в эту щебень. Я не помню точно, то ли это было вот где-то здесь, вот в этом месте. То ли, может быть, чуть-чуть пораньше где-нибудь здесь. Здесь точно не помню. Но помню точно, что я начал падать. Ударился, как бы, весь вес пришелся на колено. Холенную и вот на голень. И после этого байк упал на бок. С одной стороны, хорошо, что я раньше упал. Потому что, если бы я раньше не упал, и байк бы влетел бы, например, в этот бордюр или в забор, то повреждения меня и байка были бы гораздо серьезнее. А так получилось, что повреждения только левой стороны скользячка была, а у правой стороны там немного разбита была передняя часть. И все. Вот эта передняя часть была немного разбита. Также при падении, ну, байк упал, естественно, руль повернулся. И немного поцарапало тоже зеркала. Тут защиту поцарапало. Все. Сейчас-то все, как бы, я заменил уже. Здесь все стоит новое. В том числе и крыло. И с этой стороны все, боковая часть вся полностью заменена. Но когда упал, бордюр был рядом примерно от меня на расстоянии полуметра. То есть я скользил вот здесь по этой, по вот этой гребенке, можно сказать, плечом левым и локтем. И проскользил как раз, ну, примерно вот до этого места. Естественно, у меня есть повреждения на шлеме на левой части. Он там пристегнут. Они до сих пор еще остались. Я их не убирал. Вон желтая полоса как раз и здесь на стекле. В общем, после падения, естественно, я попытался встать. Я подумал, что все нормально, как бы. Но чувствую, что-то в ноге боль какая-то. И нога немного не в том положении, не в обычном. А как оказалось, она, кость голени сломалась. У нас в нескольких местах, где-то там около 8 или 7 частей было, как мне доктор сказал. И, естественно, после этого меня тут уже только на скорой забирали в больницу. Сначала мне этот таксист хотел помочь, то есть встать и до машины дойти, чтобы меня в больницу отвезти. Но я сказал, что что-то я нехорошо себя чувствую, не могу встать. И лучше мы дождемся врачей. Сначала сюда подъехали эти пожарные. У них есть там МЧС такие пожарные на мотоциклах. Потому что здесь была уже пробка из-за этого. Тут где-то часа, час где-то, да, полчаса, час. Мы где-то все это вместе собирались. Полиция подъехала потом. Но время примерно это же самое было. Вот сейчас около двух часов. Но авария была около часа дня. То есть примерно такое уже движение было интенсивное. Да. И получилось так, что пожарные подъехали, проверили, сказали, что у вас перелом, вам нужно наложить шину. Наложили шину. И мы стали ждать эту скорую помощь. Ну, скорая помощь быстро подъехала. Здесь больница буквально вот недалеко. В эту или в ту сторону, там я точно не помню. Ну, минуты 3-4 где-то до нее ехать. Но из-за того, что здесь пробка, она ехала немного дольше. Следовательно, полиция тоже подъехала. Все это оформили. Я дал свои показания, как мог. Потому что там тоже было больно. И как бы особо я не мог разговаривать много. Ну, и таксист также сказал изначально, что он виноват. Потому что он сразу сказал, что не посмотрел, не включил поворотник. И не заметил. Долго извинялся. Я и в это время ехал как раз на работу в сторону Шинджи. Шиба я там. Шинджику, Шиба. То есть в эту всю сторону. Женщина, которая вызывала таксину, то есть звала, из-за которой таксист и повернул сюда налево. Она сначала спросила, все ли нормально. То есть когда я сидел на бордюре, я сказал, что все нормально, более-менее. Она сказала, ну все, я тогда пошла. И это самое. И убежала, в общем. И остались мы вдвоем с таксистом и с этими пожарными, с МЧС ждать. То есть когда уже приехала полиция, скорая, все это оформили. Меня в скорую положили, поехали в ближайшую больницу. Сделали там рентген. Сделали все. Ну, естественно, у меня еще при падении я также повредил палец большой, сломал. И здесь тоже. Здесь от удара в машину. А здесь, когда я падал, на эту сторону, скорее всего, байк упал. Именно вот сюда. И мне немного придавило палец. Поэтому палец тоже сломался. Они мне сделали там рентген все полностью. Рука вот эта вообще не поднималась, левая. То есть я где-то мог только вот так двигать. А вверх вот так она не поднималась вообще. То есть ни так, ни вот так, никак не поднималась. Следовательно, после рентгена, как оказалось, после рентгена, они в этой больнице сказали, что, извините, но мы не можем вас принять. Мы не можем вообще ничего здесь делать. Мы только как бы... Такая больница, как... Ну, проходная. Там быстро пришел, там пару врачей у них всего сидит. И какие-то операции, что-то еще делать, они вообще не в состоянии. Только так проверяют. Медпроверки какие-то. В итоге сказали, куда вы хотите ехать? Я говорю, ну давайте тогда около меня. Там есть больница большая. Потому что помню, я ходил туда в несколько раз. Они говорят, ну хорошо, как называется. Я на карте нашел там на телефоне. Все, дал адрес, телефон. Они позвонили, сказали, да, действительно, она может вас принять. Это все нормально. И давайте, короче, туда ехать. В итоге приехала другая уже скорая. Другая скорая уже меня туда отвезла. Отсюда, ну туда где-то минут 40 ехать там. Вот она меня туда отвезла. И я в больницу где-то приехал уже к вечеру там. Пока там что, сделали проверку опять. Все это проверили. Все это как бы еще, вдобавок, постоянно надевали эту маску. Обычную маску, чтобы, типа, коронавирус же, всякая херня. И даже в это, вот, кислорода не хватает. И хочешь ее снять, они говорят, не-не-не, снять нельзя. В машине ехать только в маске. В больнице лежать только в маске. И, в общем, такая-то демагогия с этими масками, я не знаю. Ну, факт в том, что меня только к ночи туда заселили, в эту больницу. Пока они там все оформляли, но очень долго. В общем, бюрократия, как всегда, здесь на высшем уровне. И пришлось мне ждать очень долго, пока меня выпишут, пока там что-то насчитают, какие-то компенсации, еще что-либо. Это все дело, в общем, немного напрягает. Но, кстати, до сих пор не выплатили мне часть зарплаты, которую, ну, из-за которой, как бы, это самое, пропустил из-за аварии я полтора, даже больше месяца. И государство, и страховая компания должны были компенсировать эту зарплату. Но до сих пор я еще не получил, там, половину, около того. Поэтому ждем. За байк, как бы, как получилось, там, я ждал, пока восстановлюсь более-менее, чтобы своими силами доставить байк в мастерскую. В мастерской приезжает агент из страховой компании, виновника. В общем, мы с этим агентом все вместе проверили. Я указал, какие были повреждения. Также сказал, что, возможно, еще какие-то внутренние повреждения. Я не знаю, это нужно разбирать. Благо, в мастерской хорошие ребята работали, которые сказали, что мы все проверим, все внутри, если какие-то повреждения, мы все это, как бы, напишем в заключение. Они действительно все проверили, предоставили, как сказать, ну, это счет предварительный. Сказали, вот счет, и надо оплатить, там, его до какого-то числа. Но при том, что мне страховая еще и, ну, как, виновника она не выплатила ничего за байк. Они сказали, ну, это идет долго вообще, заказ этих всех вещей очень долго идет, надо заказывать заранее. Они заказали заранее за свой счет те детали, которые вот прям необходимо было поменять. Внутри проверили, там, какие-то вещи можно было там склеить, что-то там где-то скрепками, где-то просто на стяжку там посадили, чтобы не переплачивать, скажем так. Вообще, по факту, ремонт байка считается по следующему способу. Берут, значит, полную стоимость байка и вычитывают амортизацию за использованное время. Например, вот у меня он был три года, и они вычли эти три года из стоимости байка. Там вот эта сумма, это и была сумма, как бы, которую они должны были бы заплатить. Если в случае полной, ну, как бы, тотального, там, скажем, разрушения, но даже и в случае не тотального разрушения, зависит от того, какие повреждения. Так как запчасти бушные ты не сможешь найти в Японии, ну, именно вот на определенной модели байков. А новые запчасти стоят приличных денег, я вам так скажу. Это даже не то, что какой-то пластик, да, там, с Алиэкспресс заказывать. В Японии, если заказывают, то только оригиналы, только с завода-изготовителя. Никто не будет и заморачиваться по каким-то китайским запчастям с Алиэкспресса. Соответственно, все запчасти, все в списке были только оригинальные. Вот, после того, как они составили, в общем, там был вопрос в том, что вот еще вот головная фара, там немного было крепление, у головной фары было немного повреждено. Они сказали, что это крепление можно, как бы, восстановить, но если, возможно, закупить новую, то мы можем купить новую. Но факт в том, что вот эта фара, одна только сама фара, стоит около, ну, где-то 80 или 90 тысяч йен. Это на рубли 45 тысяч рублей, где-то так. Вот и прикиньте, 45 тысяч рублей только за одну фару. Плюс еще там пластик, какие-то детали, еще подножки. Вот у меня там подножки обе были поцарапаны. Как видите, сейчас новые стоят подножки. Новый кожух для этого вариатора, потому что он тоже был поврежден. Его там с одной стороны сточило, потому что байк упал, ну, скользячка была по левой стороне, и этот вариатор немного, этот кожух, его сточило там. Я не знаю, насколько, серьезно или нет, можно было его восстановить или нет, но, к примеру, две подножки стоят 9 тысяч йен. Это 4,5 тысячи рублей. Плюс еще кожух вариатора, еще где-то столько же. Где-то 9 или 12 тысяч йен. Вот даже так, если сравнить, просто зеркала, вот обычное одно зеркало и второе зеркало, да, они тоже повреждены. Но мы решили их... Мы решили их не заменять, потому что была возможность получить полностью всю компенсацию без ремонта. Ну, как бы, ты можешь получить компенсацию, но ремонтировать или нет, это ты сам решаешь. Мне сказал этот агент, что вот вам, значит, компенсация за байк, столько-то. И плюс еще за поврежденные вещи, то, что у меня там шлем поврежден, куртка порвалась там на плече и на локте, ботинок тоже я порвал там, ну, в одном месте его там сточило, на левый ботинок, как раз вот нога там у меня по асфальту везлась, и вот у меня там с его сточило. И за это все тоже, как бы, компенсация, как бы, не новые вещи, но с учетом амортизации там тоже приличная сумма вышла. И вот ремонт байка плюс это за ремонт вещей, и набегает вот эта сумма компенсации. Но они еще считают там степень виновности, то есть они говорят, что если бы вот ты стоял просто на месте, и в тебя таксист бы въехал, то тогда у тебя вина была бы 0%. Но так как ты тоже двигался, то, что я не успел среагировать там или не смог затормозить полностью, они сказали, что все равно там 10 или 20% это как бы твоя вина тоже, то, что ты там вот пал. Но это мы еще будем, как бы, с юристом обжаловать, потому что человек, когда он не включил ни поворотника, и не посмотрел в зеркало, и просто сбил, да, со второй полосы, то какая там может быть вина первого человека, кто ехал по крайней левой полосе, я вообще не понимаю. Но это и другое дело, другой разговор, как бы, это потом более детально я уже после этого объясню. В общем, 20% они изначально как бы вышли, но в процессе это можно как бы потом вернуть, эти 20%, если докажешь, что твоей вины вообще здесь не было. Поэтому как бы выплатили всего 80% от этой суммы. Но опять же, там выплатили они не все, страховая какая-то компания часть выплачивает, и часть выплачивает виновник, именно компания виновника. Вот такая вот система. А что касается лечения, ну, лечение полностью на государственном, значит, страховом, на отработы тоже страховая, и они полностью все оплачивают, и операции, и восстановление, все медицинские препараты, еще что-то, это все полностью их оплата. То, что я езжу на реабилитацию, вот эти деньги за проезд, это возмещает страховая виновника ДТП. Далее, что еще? Какие-то компенсации, там, за моральный вред, там, физический, еще что-то. То, что я, там, на работе не мог какие-то операции выполнять, еще что-то. Это все дело потом мы будем спрашивать, уже с юристом будем разбираться вместе. Потому что я в этих делах не силен, у меня это первый раз, и я вообще не знаю, что тут куда, какие, там, компенсации, какие возмещения, что вообще нужно. В целом, вот так вот, да. Как вы видите, в это время очень много таксистов, и вот меня сбило вот именно вот, типа, такой машины. Это такси-краун, по-моему, старый. Вот между бампером и левым задним крылом, вот туда вот я прямо и въехал. Краун Супер Делюкс, да. Как видите, у него зеркало спереди находится на капоте у этого такси. Это сделано для того, чтобы минимизировать мертвые зоны. То есть, у данного такси мертвых зон практически нету. То есть, он может видеть всю левую полосу, или если посмотрит в зеркало. Данные скутеры изначально идут с автоматическим включением ближнего света. То есть, здесь нельзя выключить свет совсем. И получается, что когда ты передвигаешься на скутере или на мотоцикле, у тебя всегда включен ближний свет. Ну, либо дальник, там, в зависимости от того, где ты едешь и как. Но выключить его нельзя. Соответственно, не увидеть скутер или машину можно только в том случае, если ты вообще не посмотрел в зеркала. Что как бы и произошло с тем водителем. Когда он вышел из машины, он сразу сказал, что извини, да, я там не посмотрел, моя вина полностью. Я здесь накосячил. Чем могу помочь, там, туда-сюда. То есть, он изначально даже хотел, там, и в больнице заплатить за меня. Потому что, там, больница сказала, что за рентген, за всякие проверки, там, нужно десятку заплатить. Ну, и там уже мы с этим водителем решали, перед тем, как меня перевезти в другую больницу. Ну, вкратце, вот такая вот ситуация. Значит, ну, на данный момент я восстанавливаюсь. Где-то уже прошло больше полугода. Уже хожу без палочки, но все равно немного прихрамываю. Надо побольше, как бы, физические упражнения делать, реабилитацию ходить и так далее. Надеюсь, скоро восстановлюсь и буду и дальше снимать интересные и полезные видео о Японии, и не только. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я опубликую все изменения о канале и новые видео. Ну, все. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует...